Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортмикс» в студии Тахир Гафуров, а спонсором нашей передачи выступает торговый дом «Дордой Плаза». Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров популярных брендов для взрослых и детей. «Дордой Плаза» – все для вашей спортивной семьи. В столице Иордании Амани прошло первенство Азии по боксу среди юношей и юниоров. И сегодня мы вам расскажем о выступлении нашей юниорской сборной. А спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает спортивно-развлекательный центр «Сан-Сити». Плаза» – все для вас! «Спортплощадка»! «Спортплощадка»! «Пороточки»! «Докторплощадка»! Субтитры сделал DimaTorzok Итак, в столице Иордании и городе Аман прошло первенство Азии по боксу среди юноши и молодежи. И сегодня мы вам расскажем о выступлении чемпиона Азии среди молодежи Алмаза Аразбекова. Мы вам покажем три боя с его участием. Итак, четверть финал и в стартовом бою Алмаза Аразбекова встречался с представителем Непала Индра Бахадуром Сунаром. Ну, как вы уже поняли, каргастанец занимает синий угол ринга и в красном углу ринга представитель Непала Индра Бахадур Сунар. На первенстве Азии по боксу среди юношей и молодежи разыгрывался 51 комплект наград. В соревнованиях приняли участие 352 боксера из 21 страны. Ну, вот мы видим, что первым номером работает Алмаз Аразбеков, ну и практически представитель Непала работает на контратаках. Первым номером работает Алмаз, ну и поточнее намного действует наш боксер и прижимает канатом своего соперника. Итак, какие страны приняли участие в этом первенстве Азии? Это Индия, Ирак, Иран, Иордания, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Монголия, Непал, Пакистан, Палестина, Филиппины, Шри-Ланка, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам и Йемен. То есть, как вы видите, представительство на этом первенстве Азии было довольно большое. То есть, так сказать, во всем практически объеме были представлены страны Азии на этом первенстве. Итак, по-прежнему у нас доминирует в первом раунде Алмаз Разбеков. Но, в принципе, он не торопится, а довольно уверенно действует. Как мы видим, его атаки, в принципе, достигают цели, набирает он очки. Но Непалец в основном, как вы видите, бьет по защите, по перчаткам. И вот, когда входят на ближний бой боксеры, выходят на ближний бой, Непалец старается войти в клинч. Ну, вот еще одна атака в исполнении Алмаза Разбекова. Вновь он набрал несколько очков. И продолжает Алмаз внимательно следить за ходом поединка. В принципе, как мы видим, он не торопится, довольно уверенно выступает. И первый раунд завершен. Вот мы видим счет после первого раунда. Все судьи отдали предпочтение кыргызстанцу. И ведет он после первого раунда. И вот мы видим, синий угол ринга отдыхает Алмаз Разбеков. Кыргызстанец сам из города Такмок. Он является чемпионом Кыргызской республики среди юношей и юниоров. Бронзовый призер международного турнира в российском городе Рубцовск 2018 года. Победитель международного турнира в Качкарате памяти Насрегина Исанова 2019 года. Серебряный призер международного турнира Кубок ЖТСУ в Талды Кургане 2021 года. И так начинается у нас второй раунд. И после первого раунда ведет Алмаз Разбеков. Ну и так далее. Также Алмаз является серебряным призером первенства Азии среди юношей 2021 года. Первым тренером Алмаза Разбекова является Жениш Карымшаков. Ну а с восьмого класса, то есть уже три года, Алмаза Разбеков тренируется под руководством мастера спорта международного класса Кенджибека Акельбаева в Республиканском спортивном колледже имени Ширалы Садыкова. То есть в восьмом классе поступил в Республиканский спортивный колледж Алмаза Разбеков. И с этого времени его личным тренером стал Кенджибека Акельбаев. Ну в принципе, наверное, те, кто увлекается боксом, знает наш отечественный бокс, знает и Кенджибека Акельбаева. Довольно хороший был в свое время боксер. Мы даже с ним в 1998 году вместе ездили на Азиатские игры в Таиланд. Вот тогда Кенджибека Акельбаев дошел до четверть финала и, к сожалению, вступил, не смог завоевать медаль. Но, тем не менее, боксер был хорошим. Итак, во втором раунде картина боя не изменилась. По-прежнему первым номером работает Алмаза Разбеков. Не суетится. Ну и практически вот каждая его атака достигает цели. Вообще, нужно сказать о том, что в настоящее время у нас есть целый ряд хороших юношей и молодежи, которые, в принципе, показывают довольно неплохие результаты на международной арене. Ну вот, в нокдауне оказался представитель Нинепала Индра Бахадур Сунар. Отсчитали ему положенное время. Ничего, как говорится, страшного не произошло. И бой продолжается. На молодежном чемпионате Азии наши боксеры завоевали шесть медалей. Ну, как вы знаете, естественно, Алмаз стал чемпионом Азии. Чьи бои мы сейчас с вами смотрим. Также у нас было две серебряных и четыре бронзовых награды. Итак, второй раунд у нас завершен. И боксеры отдыхают. Во втором раунде, как вы видите, также единогласно расширили судей. Победу одержал Алмаза Разбеков. И идет он после двух раундов. Итак, серебряными призерами молодежного чемпионата Азии стали Бигзад Эргешов весовой категории до 48 кг и Акжол Аселбек Оулу в категории до 57 кг. Бигзад в финале уступил боксеру из Индии Дишванатану Сурешу, а Акжол уступил узбекистанцу Бахтиеру Асадову. Ну и бронзовыми призерами стали в категории до 86 кг. Арген Бактбеков и в весовой категории свыше 96 кг. Джадарбек Сапарбеков завоевал бронзовую медаль. А у нас начался заключительный третий раунд четвертьфинального боя, где Алмаз Разбеков встретился с представителем Непала Индра Бахадуром Сумаром. Ну так вот, по итогам вообще чемпионата Азии в общекомандном зачете победителями первенства Азии среди юношей и юниоров стала сборная Узбекистана. На их счету 20 золотых, 16 серебряных и 7 бронзовых медалей. На втором месте Индия, 15 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей. И Казахстан завоевал 44 медали в общей сложности. Из них 13 золотых, 14 серебряных, 17 бронзовых. И занял лишь третье место на этом первенстве Азии. Ну кстати, вот индусы, которые в общекомандном зачете стали вторыми, очень много наград забрали в женской программе, в женском боксе. Вот мы видим, как у нас иногда у них оказался Индра Бахадур Сумар. И бой продолжается. Ну так вот, очень много представительниц Индии. Было в финале чемпионата Азии, завоевали золотые медали. Вот, женский бокс в Индии, так сказать, развивается довольно уверенными темпами. Я вот, честно говоря, не знаю, не смотрел количество медалей, которые завоевали индусы. Но вполне возможно, что в женском боксе индусы заняли первое место. Итак, в третий раз в надалоне оказался Индра Бахадур Сумар. Бой остановлен и победу одержал Алмаз Аразбеков. Ну вот, мы видим общий счет. И таким образом Алмаз вышел в полуфинал, где встретился с боксером из Казахстана Акбаром Бисаревым. Как вы уже поняли, представитель Казахстана занимает красный угол ринга. И Алмаз Аразбеков, соответственно, занимает синий угол ринга. Казахстанская школа бокса, конечно же, хорошо известна во всем мире. Ну и, в принципе, было время, когда мы, так сказать, обходили казахстанцев в боксе. Это во времена Арзубека Назарова, Андрея Курнявки и других наших боксеров. Ну, потом, со временем, вот казахстанский бокс все-таки набрал обороты. И в настоящее время казахстанцы входят, ну, наверное, в первую пятерку боксерских держав мира. В принципе, из СНГ очень много стран, которые котируются на международном ринге. Это, конечно же, Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, которые на чемпионатах мира, олимпийских играх показывают довольно высокие результаты. Допустим, в Рио-де-Жанейро первое общекомандное место на Олимпийских играх заняла сборная Узбекистана. Но, впрочем, в том году узбеки стали первыми в командном зачете и на чемпионате Азии, и потом, спустя год, стали чемпионами мира в общекомандном зачете. То есть, в настоящее время узбекистанская школа бокса довольно высоко котируется на международной арене. Но мы видим, что, в принципе, идет такой равный бой. Оба спортсмена пытаются атаковать, не отсиживаются в обороне. Но, поточнее, работает Алмаз Аразбеков, как мне кажется. Выпала капа у Акбара Бисарева, казахстанца. И бой будет продолжен. Сделал рефери в ринге замечание казахстанцу, чтобы он, так сказать, придерживал капу, чтобы она не выпадала. Если вот пару раз капа выпадет, то может он получить предупреждение, и с него будут сняты очки. Идет обмен ударами. И довольно такой живой бокс мы с вами наблюдаем. И первый раунд завершен. Ну, если говорить о первенстве Азии среди юношей. Ну, вот мы видим, после первого раунда четыре судьи отдали предпочтение к аргызстанцу. И лишь один судья отдал свой голос, так сказать, в пользу Акбара Бисарева. Но, тем не менее, в общем, в итоге первый раунд остался за Алмазом Аразбековым. Итак, юношеский чемпионат Азии. Там мы завоевали семь медалей. В соревнованиях среди юношей приняли участие 12 спортсменов из Кыргызстана, которые выступали под руководством старшего тренера Айбека Байсаякова. В итоге наши ребята завоевали одну серебряную и шесть бронзовых медалей. А у нас начинается второй раунд полуфинального боя в категории до 60 килограмм, где Алмаз Аразбеков встретился с представителем Казахстана Акбаром Бисаревым. Ну и так, юношеский чемпионат Азии. И серебряным призером у нас стал Эмир Кылычбеков, выступавший в весовой категории до 50 килограмм. В решающем бою за первое место он вступил узбекистанцу Самандору Алимову. Бронзовые медали завоевали Зафарбек Каминов в категории до 46 килограмм, Тимирхан Данияров в весовой категории до 48 килограмм, Рамзан Кадыров в весе до 63 килограмм, Мухаммад Азиз Закиров в категории до 75 килограмм и Азим Чайбеков в весовой категории до 80 килограмм. Ну и кроме того, у нас есть медаль в соревнованиях среди девочек, что очень радует нас. Бронзовым призером первенства Азии стала Назбеке Абаева, выступавшая в весовой категории до 52 килограмм. Сделал Харифери на ковре замечание Алмазу, чтобы он, так сказать, не отворачивался от соперника. И вот прекрасная атака в исполнении кыргызстанца, набирает он очки. И что-то вот казахстанец присел на ринг, но ничего страшного не произошло и бой продолжается. Еще один удар проходит в голову казахстанца. Вот, как мы видим, довольно уверенно чувствует себя в ринге Алмаза Разбеков. Ну и, как я уже говорил, он является серебряным призером первенства Азии среди юношей прошлого года. Совсем немного ему не хватило для того, чтобы стать чемпионом. Но, вот, видимо, прошедший год с прошлого чемпионата не прошел даром. Видимо, Кинджибека Кельбаев и Алмаза Разбеков неплохо поработали. И, как мы видим, Алмаза Разбеков, в принципе, показывает нам довольно красивый и техничный бокс. Вот еще серия ударов. Гурнов набирает очки кыргызстанец. Ну и, так сказать, пока в обороне. Акбар Бисарев. И второй раунд боя у нас завершен. Сейчас мы с вами увидим, кто стал победителем. Ну и вот, вновь предпочтение отдали представителю Кыргызстана, Алмазу Разбекову. И он довольно уверенно ведет в этом поединке. Кстати, в этом году прошел еще один чемпионат Азии в столице Узбекистана, городе Ташкент он проходил. Там прошел чемпионат Азии среди боксеров до 22 лет. И там тоже наши боксеры завоевали ряд миналей. Серебряными призерами стали Мирзахид Имам Назаров в категории до 63,5 килограмм. Асанку Уну Фунтан весит до 67 килограмм. Рустамбек Уну Нурадин в категории до 71 килограмма. И Эрзбек Уну Рустам весит до 92 килограмм. А у нас стартовал заключительный решающий третий раунд полуфинального боя в весовой категории до 60 килограмм. Напомню, здесь кыргызстанец Аурас Рустбеков встретился с представителем Казахстана Акбаром Бисарином. Ну и бронзовыми призерами на чемпионате Азии среди боксеров до 22 лет стали Анвар Хаджиев в категории до 48 килограмм. Рустамбек Беккенов весит до 60 килограмм. Бекджи Гекову Нурбек в категории до 80 килограмм. И Токтасон Уну Бакет в весовой категории до 86 килограмм. Так что мы с вами наблюдаем в этом году не первый чемпионат Азии по боксу. Ну и возвращаясь к юношескому чемпионату Азии, где наши боксеры завоевали 7 медалей. Хотелось бы отметить, что там также первое место заняла сборная Узбекистана. Завоевавшая 20 медалей. Второе место в медальном зачете заняла Монголия в 12 медалей. И тройку лучших командам холла сборной Таджикистана 11 медалей. Это такой итог был на чемпионате Азии среди боксеров до 22 лет. Кстати, в тех соревнованиях не принимали участие боксеры из Казахстана. Вот, видимо, поэтому вслед за узбеками второе и третье места заняли представители Монголии и Таджикистана. Ну а сборная Таджикистана на чемпионате Азии до 22 лет заняла пятое место. Напомню, завоевав 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Итак, мы с вами смотрим заключительный третий раунд полуфинального боя с участием Алмаза Разбекова. Показывает он Акбару Бисареву, чтобы он не наносил удары открытой перчаткой. И бой продолжается. Вот мы видим, встречает хорошо Алмаза Разбекова своего соперника. И вот попадает, все-таки попадает, набирает очки. Еще одна атака пришлась в голову соперника. Ну и, как мы видим, довольно легко и уверенно чувствует себя в ринге кыргызстанец. И бой завершен. Победа Алмаза Разбекова. И таким образом Алмаз выходит в финал. Вот мы видим общий счет. Ну и в финальном бою за первое место, за золотую медаль и звание чемпиона Азии Алмаза Разбекова встретился с представителем Таджикистана Абдурахимом и Якубовым. На этот раз Алмаз занимает в красную игру ринга и в семину игру ринга представитель Таджикистана. Ну вот мы видим, что сразу же с гонгом, с началом боя в атаку пошел Алмаз Разбеков. Не стал проводить так называемую разведку. Но в принципе уже третий бой проводит Алмаза Разбеков. Мы видели, что первые два боя достаточно уверенно он провел. И вот в третьем бою также Алмаз показывает, что в принципе он довольно хорошо готов для этого поединка. Имеет небольшое преимущество в росте кыргызстанец. Ну и значит таким образом руки подлиннее у Алмаза Разбекова. И ему надо работать с дистанцией, что он впрочем, как вы видите, и делает. На мой взгляд пока таджикистанец ничего не может предпринять. Хорошо работает Алмаза Разбеков с дистанцией. Ну и вот когда пытается сблизиться Абдурахим Якубов, представитель Таджикистана, Алмаза его довольно хорошо встречает. Пониже ростом таджикистанец, соответственно, ему нужно разрывать дистанцию и входить в ближний бой, чтобы достать, так сказать, до нашего боксера. Ну вообще, в настоящее время, как вы знаете, есть определенные проблемы у нас с боксом. До сих пор, по-моему, стоит вопрос, будет ли бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже. Но думается, что все-таки Олимпиада без бокса это не Олимпиада. И думаю, что президент Международной Федерации бокса Умар Кремлев сделает все возможное для того, чтобы все-таки бокс остался в программе Олимпийских игр. Для этого сейчас проводится в настоящее время большая работа. Закрываются долги Федерации перед Международным Олимпийским комитетом. Ну и, как я говорил, думается, что бокс все-таки останется. Ну вот, три судьи отдали в первом раунде победу каргастанцу. И двое судей посчитали, что таджикистанец выиграл первый раунд. Хотя, по-моему, всем было очевидно, что более точно работал Алмаз Разбеков. И, в принципе, победа в первом раунде осталась за каргастанцем. Ну так вот, Международный Олимпийский комитет лишил Международную Федерацию бокса статуса признания, напомню, в июне 2019 года. В связи с чем, квалификация на Олимпиаду в Токио и сам турнир был организован специальной рабочей группой Международного Олимпийского комитета. Также МОК отмечал, что получил ряд жалоб на судейство на прошедших турнирах и выразил обеспокоенность отбором рефери и судей на международные турниры. Ну и, как я уже говорил, в настоящее время, Международная Федерация Любительского Бокса, во главе с Умаром Кремлевым президентом Федерации, делает все возможное, чтобы реформировать организацию и чтобы вновь восстановить членство Международной Федерации бокса в Международном Олимпийском комитете. Итак, второй раунд боя. По-прежнему первым номером работает Алмаз Розбеков. Мы видим, что вошел в клинч таджикистанец в приближнем бою. Ну вот рефери в ринге показывает Алмазу Розбекову, что не нужно отталкивать соперника. Ну а что делать, если таджикистанец входит в клинч и держит нашего боксера? Вновь первым номером работает Алмаз. Ну мы видим, что Абдурахим Якубов больше бегает, чем боксирует. И в принципе, на мой взгляд, и во втором раунде Алмаз Розбеков работает так же уверенно, как и в первом раунде. Набирает очки. И на мой взгляд, все-таки и во втором раунде кыргызстанец более точен. Ну и если еще говорить, так сказать, об Олимпийских играх, раз уж мы начали разговор, можно вспомнить, что практически на всех Олимпийских играх принимали участие боксеры из Кыргызстана, кроме Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Ну и вот, к сожалению, в Токио наших боксеров не было. Не смогли мы завоевать путевки на Олимпиаду. Но в остальные годы наши боксеры участие в Олимпийских играх принимали. Так, на Олимпиаде 1996 года в Атланте выступили три кыргызстанца. Это Сергей Копенкин, Норбек Косенов и Андрей Курнявко. И у нас завершен второй раунд. И после второго раунда мы видим, что таджикистанцу отдали предпочтение, хотя, на мой взгляд, поточнее работал Алмаз Разбеков. Но все-таки, наверное, не зря Международный Олимпийский комитет озабочен судейством в боксе. В очередной раз нам это продемонстрировали. Алмаз Разбеков весь второй раунд атаковал, наносил удары и, по мнению судей, он проиграл. Ну, хотя, как говорится, специалистам виднее, но, тем не менее, по-моему, во втором раунде судьи отдали победу не туда. В Сиднее на Олимпийских играх мы имели самое большое представительство. Тогда под руководством заслуженного тренера страны Сейдбека Кулмашева на Сиднейский ринг вышли Талайбек Кадаралеев, Алмаз Бек Раенкулов, дошедший до четвергфинала, а также Новбек Косенов, Алексей Катулейский и Владислав Визельтер. На Олимпийских играх 2004 года в Афинах выступили два кардистанца Асалбек Талазбаев и чемпион мира среди молодежи Айбек Абдамамунов. В 2008 году на Пекинской Олимпиаде нашу школу бокса представлял Асалбек Талазбаев, воспитанник заслуженного тренера СССР и Кардистана Геннадия Федоровича Аноприева. И на Олимпийских играх в Риа-де-Жанейро принял участие наш один боксер Адалбек Неву-Эркин. Ну вот, наконец-то, таджикистанцу сделали замечание. Потом, получается, он занимает низкую стойку и замечание Алмаза-Разбеков получает за то, что он якобы давит сверху на таджикистанца. Ну а что делать, если вот, как вы видите, в клинч входит таджикистанец и не отпускает нашего боксера. И так, бой продолжен. Наверное, все помнят времена, когда президентом международной федерации бокса был пакистанец Анвар Чаудри. И тогда все прекрасно видели, какой был бокс пакистанца. Особенно вот на чемпионатах Азии, азиатских играх практически в любых боях выходили победителями. В то время, чтобы выиграть пакистанца, надо его было, так сказать, уронить. Кстати, Кенджбек Акельбаев, личный тренер Алмаза-Разбекова, один раз в бою за лицензию на чемпионате Азии встретился с пакистанцем. Без сомнения, его выиграл. Но, как я уже говорил, пакистанец не упал. Стоял на лагах и, таким образом, победу в бою отдали ему. И, соответственно, путовку на Олимпийские игры заработал пакистанец. И, как я вот слышал, даже сами пакистанские тренера говорили, что неважно, как пройдет бой, главное не упасть. А там уже судьи сделают свое дело. Итак, близится к завершению у нас финальный поединок в весовой категории до 60-10 килограмм. Таджикистанец некрасиво, конечно, себя ведет. И бой завершен. Итак, объявляет победителя. Чемпионом Азии становится Алмаз Аразбеков, представитель Каргустана. Но, честно говоря, мы этого ожидали. И вот такой вот счет. С таким счетом выиграл Алмаз Аразбек. И награждение спортсменов весовой категории до 60 килограмм. Бронзовыми призерами первенства Азии среди молодежи стали Сухро Пайменов, представитель Узбекистана. И Агвар Бисарев, представитель Казахстана. Серебряная награда вручается таджикистанцу Абдурахиму Якугоу. И золотая медаль и звание чемпиона Азии у каргустанца Алмаза Аразбекова. С чем мы его и поздравляем, и надеемся, что наш бокс в ближайшие годы еще заявит о себе. Есть у нас перспективные юноши, перспективная молодежь. Новый президент федерации у нас, он Бетка Даралиев. И будем надеяться, что вместе наша боксерская команда, федерация, начнет работу, так сказать, по-новому. Новый президент федерации Новый президент федерации у нас, он Бетка Даралиев. Мы желаем нашим боксерам дальнейших успехов, а сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса Кыргызстана по боксу, старший тренер Республиканского спортивного колледжа, личный тренер Алмаза Аразбекова, Кенджибек Акельбаев. Здравствуйте, Кенджибек. Прошло у нас первенство Азии среди юношей-юниоров по боксу. Довольно неплохо выступили наши ребята. У юниоров есть золото. Ваш личный ученик Алмаз Аразбеков завоевал золотую медаль. Поздравляю вас с этим событием. Как вообще прошло первенство? Ну, первенство это, я скажу, в высшем уровне прошло. Хорошо организация все эти. Команды много приехали, чем прошлые в Дубае, когда было. Там же мало стран приехало, а здесь же побольше стран было. Ну, и состав участников, по-моему, там все были практически. Казахстан, Узбекистан, Индия, да? Да, да. Как бы лидеры. Узбекистан, почти полный состав приехала. Казахстан, Индия, почти полный состав приехали. И мы тоже вот все весовые катуры повезли. Как Алмаз провел свои поединки? Как личный тренер? Вам понравилось его выступление? Да, он, которые поставлены задачи, все эти он выполнил, я скажу. Потом до этого уже, ну, на Азиях по юношам, когда он выступал, он вторым стал в Дубае. Там вот чуть-чуть не хватило. Вот этими ошибками мы работали, еще год работали, вот. И он там все эти задачи поставлены, он выполнил там. Например, вот, чуть-чуть у нас не хватило, что, скоростная силовая работа не хватило. Вот здесь он уже все это, ну, подвели вот эту вносливость. Все это вот подошло, и вот он хорошо выступал. У нас, по-моему, шесть медалей у юниоров, семь у юношей, да? Вот, в принципе, у нас боксеры всегда были и есть. И по юношам, Айбек у нас был чемпион мира по юниорам, Абду Мумунов. Ну, а редко кто выходит уже во взрослый бокс. Уходят ребята. Это почему такое происходит? Ну, знаете, Айбек, у нас первая причина, по-моему, я думаю, с финансами. И в дальнейшем у них там, если какие-то были бы условия, там, обещания хорошие, могут, они продолжали бы. Да, они оставались бы. У нас там же таких обещаний нет, поэтому они, я думаю, уходят. Стипендии нет. Да, стипендию. Вот такие, ну, например, вот Казахстан, Узбекистан, у них на Азию приезжают, если там медалями, у них вот машину дарят. Это, это, даже не взрослые, юноши, юноши, да, да, да. Но у нас сейчас новый президент федерации бокса, может что-нибудь изменится? Да, да, я считаю, вот перед этим вот мы уезжаем на чемпионат, вот Металь Кадролеев, он нас одел, чтобы одинаковая форма была, что это то и он. Там нас спортивным формам обеспечил. Хорошо это вот, начало вот, хорошо было. Ну, в принципе, как красиво смотрелось, когда вся наша команда выходила одинаково и на награждение выходили. Еще такой момент, вот я заметил, вы вдвоем с Уланом секундировали, да, наших ребят? Вот, допустим, Казах выходит, с ним еще четыре тренера идут секундировать. Ну, у нас тоже опять, вот, финансами некоторые тренера, вот, не могли деньги найти. И вот госагентство там обеспечили ребят, пять боксеров, по-моему, и тренера. А остальные мы там, мне, например, за свой счет, да? Ну, не за свой счет, вот, в спортинтернат меня отправили. И там были тренера, которые за свой счет поехали. В настоящее время, Кинджибек, вы являетесь старшим тренером Республиканского спортивного колледжа по боксу. Как у нас сейчас там обстоит дело с боксом? Есть ребята? Да, там у нас сейчас хорошо, там питание уже улучшилось, там комнату уже ремонт сделали, зал боксом в хорошем состоянии, вот, большой этот ринг, все есть, у нас груша, все. Но самое главное, ребята есть? Ребята, вот, сейчас нам, знаете, вот, с региона мы выбираем, да, вот, хорошего пацана перспективно находим, но личные тренера иногда нам не дают. Они сами хотят, вот, с ним выезжают туда, этот, сам хочет, этот, воспитать, да? Да, а у нас же там условия есть, двухразовая тренировка, там живут, там питаются, ну, на глазах, вот. Можно проследить распорядок дня, чем занимается, что делает, да? Ну, может, как-то, это, наверное, первые тренера, да, вот, не хотят, личные первые? Да, 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 личные трениры. Может, вот, с ними как-то надо договариваться? Ну, договариваются, этот, ну, не знаю, он ревнует или что, вот, вот, хороших ребят они в перспективе не дают нам. Ну, вот, пожелаем, кто приходит, вот, с ним, и с этого мы боксеров делаем. Если бы был лучший, талантливый, мы уже, там, больших результатов мы, я думаю, показали бы. У вас, Кинджбек, вы, вот, в последнее время, я, насколько помню, чемпионаты, турниры, везде вас лучшим тренером выбирают по итогам соревнований. У вас тоже, вот, кроме Алмаза, личные ученики еще есть? Да, да, у меня, вот, у меня, вот, Распегулу Рустам, который 92, по-взрослому выступал в Азиях, бронзов взял. Там, СМБ-гулу Ахылбек тоже бронзов взял, по-взрослому. Еще есть Мурас Пегов, бэкбол, по юношам он третьим стал, по молодежи третьим стал в Азиях. Ну, есть, там, хороших, перспективных. Ну, наверное, неудивительно, вот, для телезрителей скажу, мы с Кинджбеком в 1998 году ездили на азиатские игры в Таиланде. И тоже Кинджбек тогда выступал довольно на высоком уровне. Ну, что, Кинджбек, желаю дальнейших успехов, чтобы вот эти ребята, которые по юношам, юниорам выступают, чтобы они все-таки пошли дальше. Будем надеяться, что федерация у нас сейчас, вот, так сказать, возьмется вплотную за наших боксеров. Будут средства, надеюсь, и наш бокс опять поднимется на тот уровень, когда казахстанцы нас боялись, чтобы так же было. Ну, и в завершении разговора, Кинджбек, вот, можете пару слов телезрителям сказать. Ну, у нас впереди вот сейчас азиатские игры, что я желаю вот нашим боксерам тому, чтобы хорошее выступило, медали перенесли. У нас в гостях был мастер спорта международного класса Кыргызстана по боксу, старший тренер Республиканского спортивного колледжа, личный тренер чемпиона Азии, Алмаза Аразбекова, Кинджбек Акельбаев. Спасибо, что пришли, Кинджбек. До свидания. А сейчас наша традиционная рубрика, в которой мы рассказываем о новостях Карвин Спорт Клуба. Карвин Спорт Клуб – это спортивно-оздоровительный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, которая всегда рада гостям и новым друзьям. Недавно Карвин Спорт Клуб посетила, наверное, одна из самых известных на данный момент спортсменок мира – Валентина Шевченко. Напомним, что Валентина Шевченко является действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе и занимает первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов, независимо от женской весовой категории. Кроме того, она является 11-кратной чемпионкой мира по тайскому боксу, 3-кратной чемпионкой мира по кикбоксингу и 2-кратной чемпионкой мира по MMA. Обладает титулом «Лучшая женщина тайбоксер мира». Валя является мастером спорта международного класса по тайквондо и муай тай, а также мастером спорта России по боксу и дзюдо. Для почетной гости провели небольшую экскурсию по Карвину и рассказали о работе фитнес-клуба. Ведь здесь членам Карвин спортклуба предлагается очень много услуг. А в завершение визита менеджер Карвин спортклуба Леана Грещенко вручила Валентине Шевченко клубную карту на посещение этого замечательного фитнес-клуба. В общем, добро пожаловать в Карвин клуб – фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. И новости спорта за прошедшую неделю дополняют наш выпуск. В зале тайквондо спортивно-развлекательного центра Сан-Сити прошел пятый открытый турнир на кубок спортивного клуба Бартстек по всемирному тайквондо. Сегодня проходит, согласно календарному плану, ежегодный турнир кубок клуба Бартстек. Спортивный клуб Бартстек уже долгое время развивается у нас, более 10 лет. Мы, как клуб Бартстек, представляем большую часть спортсменов сегодня. И более 12 клубов сегодня выступают на нашем турнире. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов практически со всех областей Кыргызстана, а также представители столичных спортивных клубов, таких как Алин, Актив, Дрим, Жоу Борф, Сан-Сити, воспитанники СДУ Шор, дети с ограниченными возможностями здоровья Дмитрия Пановарева и многие другие. После этого турнира будут проходить несколько клубных соревнований и после этого у нас начнется чемпионат республики. Я благодарю Ассоциацию Тэквондо за помощь и поддержку и организацию этого турнира, предоставлением такого большого зала спортивного, где проходит наш чемпионат. Мы не станем называть всех победителей и призеров, так как их очень много. Скажем лишь, что в общекомандном зачете первое место заняли тайквондисты спортивного клуба Барстек. На втором месте расположились воспитанники спортивного клуба Жоу Борф и замкнули тройку призеров представителей спортивного клуба Сан-Сити. В учебно-воспитательном комплексе школы-гимназии номер 62 города Бишкек прошло открытое первенство Академии Тайквондо Кыргызстана, посвященное весеннему празднику на Арус. Турнир проводился среди спортсменов начинающего и продолжающего уровней. В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов со всех регионов Кыргызстана и гости с соседних стран. Соревнования проходили среди детей и юношей, кадетов и юниоров, которые боролись за 32 комплекта медалей. Сегодня мы проводим свое ежегодное первенство Академии Тайквондо Кыргызской Республики. Академия Тайквондо в Кыргызстане уже существует на протяжении 8 лет. Организация очень большая, в организации очень много талантливых перспективных спортсменов. Я очень надеюсь, что наши спортсмены войдут в состав сборной Кыргызстана и под эгидой нашего флага будут выступать на всех международных соревнованиях, вплоть до Олимпийских игр. Мы не станем называть всех победителей и призеров, так как их очень много. Но отметим, что воспитанники Академии Тайквондо завоевали 40 медалей. Из них 10 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых. По окончании соревнований состоялось вручение сертификатов на международные черные пояса, придавшие из Всемирной Академии Тайквондо Кукивон. Так сертификатов удостоились Анита Цой, Азалия Тахтурбаева, Закия Багбергенова, Адиля Сарсенбаева, Богдан Горячев, Кирилл Казанцев, Эльдияр Жумакадыров, Атай Абдулдаев, Роман Цой, Артем Головач, Максим Каргополов, Амир Мураталиев, Адиль Мамуналиев, Амир Мусалыев и Кристина Дементьева. Затем состоялось награждение всех призеров турнира, которые были награждены почетными дипломами, медалями и ценными призами от спонсоров. В церемонии награждения приняли участие президент Академии Тайквондо Убайгулат Ахтурбаев и тренеры Академии Ислам Исаев, Ислам Жалкачеев, Ислам Шухуров, Владимир Тюленев, Иман Кинзубаев, Мурат Бекулу Атай, Евгения Руденко, Эмильен Цой, Фарис Сабитов, Адиль Мамуналиев, Атай Султаналиев и Кристина Дементьева. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не можете поделить телевизор дома? Второй не помогает. Восьмизальный кинотеатр в Дордой Плаза, зал IMAX и новый зал Dolby Atmos с ошеломительным звуком. Дордой Плаза. Погрузись в другую реальность. Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания, до следующих выходных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА